В эфире новости Красноармейска. С вами в студии Анна Кусноренко. Здравствуйте. Каждый человек обращался к ним за помощью. День медика отметили сотрудники медсанчасти 154. Масштабный капремонт. В Красноармейске начался ремонт и в 10-макоквартирных домах. Контейнерная площадка превратилась в стихийную свалку. Жильцы Сверла 27 бьют тревогу. Игра, объединяющая поколения. Кубок сухарева по футболу вновь состоялся в Красноармейске. 15 июня в медсанчасти 154 состоялось торжество, посвященное Дню медицинского работника. Наша съемочная группа побывала на мероприятии. Они спасают жизни, дают надежду, облегчают страдания. Работники медицинской сферы отмечают свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие прошло накануне в актовом зале медсанчасти. Поздравить медиков пришли гости. Исполняющий обязанности главы Красноармейска Кирилл Тимошков вручил почетные грамоты лучшим сотрудникам учреждения. Среди награжденных благодарственными письмами директора медсанчасти номер 154 десятки врачей, санитаров, медсестер и технических сотрудников, которые ежедневно дарят людям чудо, возвращают самое ценное, что есть у человека – здоровье. Население нашего города – это более 26 тысяч человек. Но к нашей больнице прикреплено около 30 тысяч. Директор учреждения Ирина Визгалова объясняет это просто – нашим врачам доверяют. Люди лежащих территорий выбирают наше лечебное учреждение. Люди из других городов прикрепляются к нашему лечебному учреждению, потому что они получают здесь, во-первых, доброе и отношение, во-вторых, квалифицированную медицинскую помощь. У нас прекрасный доктор-кудесник Попов Александр Васильевич. Так как он оперирует, слава о его руках золотых, мне кажется, не только по Московской области уже звучит, но и по многим другим областям. У нас прекрасный оперирует Илья Юрьевич Копылов. Мужчины, если у вас проблемы, пожалуйста, обращайтесь. Вас вылечат просто прекрасно. У нас прекрасные доктора-гинекологи Лариса Юрьевна Иванова. У нас прекрасные доктора-эндоскописты. Поэтому, если я начну перечислять, я практически скажу, что это весь наш коллектив. А какие у нас операционные бригады, а какие у нас анестезиологические, анестезиологи-врачи. Да ну сказка просто. Поэтому я хочу сказать, конечно, лечебное учреждение у нас прекрасное, доктора у нас хорошие. Но, тем не менее, я хочу пожелать одного нашим людям – здоровья. Вы знаете, президент поставил непростую задачу – достичь средней продолжительности жизни населения 80 лет. Одни медики с этим не справятся. В первую очередь нам должны помогать сами люди. Это здоровый образ жизни, это профилактика своего здоровья, это раннее обращение, если что-то вы почувствовали неладное в своем организме. И этим самым вы не только продлите свою собственную жизнь, но и облегчите возможность оказать квалифицированную и, главное, своевременную медицинскую помощь вам. Комиссия администрации по контролю за ходом капремонта побывала на тех объектах, где уже начался ремонт фасадов и кровли. Капремонт – это всегда крупномасштабная работа, проводимая в рамках региональной программы. В этом году, согласно графику производства, подрядная организация, выигравшая конкурс на проведение капремонта 10 жилых домов Красноармейска, должна закончить ремонтные работы к середине августа. Для контроля промежуточных работ и соответствия с планом графиком еженедельно совместно с сотрудниками администрации объекты посещают представители подрядной организации, общественные палаты и ассоциации председателей МКД. Ремонтные работы по адресу «Новая жизнь-12» проводятся по графикам 2017 года, которые решено было перенести на этот год. Здесь будут проводиться работы по замене центрального отопления и холодного водоснабжения. То есть все стояки, трубы будут меняться на новые. На сегодняшний день заведен материал и работы будут начаты с 15 числа. Ремонт фасада включен на 2019 год. График уже в фонде капитального ремонта утвержден. Деньги на это выделены. Будут производиться ремонтные работы по ремонту оштукатурного фасада, ремонту балконных плит, ремонту козырьков подъездов и замена водосточного, наружного водостока. По словам Сергея Ивкина, на прошлой неделе был заведен материал на Ленина 17, Морозова 6, Строителей 2 и 6, Чкалова 10 и 27. Согласно предоставленному графику работы, начатой работы на проспекте «Испытатель дом 17», ремонт штукатурки фасада, ремонт балконных плит. Сейчас заказано на производство окна, будут меняться окна местах общего пользования. И замена лисов, так сказать. Это внутренне инженерная система. Сейчас завезен материал на 19-й дом леса. Также будут ремонт штукатурки фасада, замена окон в местах общего пользования. Замена козырьков, ремонт балкона, комплекс капитального ремонта. И дальше идет «Испытателей» дом 23, вот один. Там тоже будет ремонт фасады. Да, скажите по срокам, потому что то, что мы видим, информационный стенд, там написано с 26 апреля. С 26 апреля эта работа начата была, это бумажная работа была, подготовительная. Доготовились сметные документации. Ну и в нашей бюрократической стране очень много бумажных работ. Надо было все это подготовить. График согласовать. Строители дом 2, ремонт фасада. Потом строители дом 6, Ленина 17, ремонт фасада. И южной части города дом 6 по улице Морозово. Там будет ремонт кровли и замена внутренней инженерной системы канализации и холодной воды. Обход домов представителями комиссии проходит еженедельно по средам. Стоит отметить, что на таких обходах не всегда присутствуют собственники квартир МКД и представители управляющих компаний. А именно им нужно активно участвовать в процессе контроля за проведением капитального ремонта. Избежать нарушений и срыва срока проведения работ можно только при условии, что все участники процесса будут задействованы. Жители домов на улице Свердлова снова добиваются вывоза мусора. Контейнерная площадка возле дома 27 превратилась уже в стихийную свалку. Причины этого выяснял Владимир Комаров. Жители улицы Свердлова снова не могут добиться, чтобы контейнерную площадку очистили. Желающих оставить мусор на повороте у 27 дома всегда много. Это не только жители окрестных домов. Мусор везут с дач, из гаражей и магазинов. Маленькие контейнеры вывозят, а большой вот этот мусор, у нас большой этот, увезли контейнер, и так он на место не вернулся. И у нас вот такой, вот этот мусор просто, когда ветер, этот мусор весь летит к нам сюда, к дому. Пакеты, бутылки. И мы сами ходим, лично собираем около подъезда этот все весь мусор. В конце апреля жители улицы Свердлова и Лермонтова уже сталкивались с такой проблемой. Когда управляющая компания «Велес» задолжала мусоровывозящей компании «Экон» около миллиона рублей. Теперь улицы обслуживает другая управляющая компания «Восток». Два месяца мусор вывозили регулярно, а теперь снова контейнерная площадка превращается в свалку. Я думаю, это связано с тем, что управляющая компания не проплачивает вовремя «Экону», кто должен вывозить этот мусор, и, в принципе, наверное, такая ситуация происходит. То есть квитанции приходят нам исправно, люди оплачивают, а управляющая компания не делает свои дела, как положено. С этой проблемой жители улицы Свердлова уже обратились в администрацию города и управляющую компанию «Восток». Они надеются, что ситуация скоро разрешится. Беспорядок на хоккейном корте возле дома 15 по улице Дачной не прекращается. Как местные власти будут бороться с вандалами, расскажет Валентина Андреева. Жители улицы Дачная в очередной раз столкнулись с проблемой вандализма. Хоккейный корт, расположенный у дома номер 15, который был заботливо построен не только для учеников Дюца, но и для всех горожан, оказался завален мусором и битым стеклом, а белые ворота по периметру корта расписаны нецензурными надписями. Словом, место, предназначенное для спортивных занятий, в вечернее время служит площадкой для тусовок нетрезвых людей. Тренер хоккейной команды из детско-юношеского центра Сергей Похолков, комментируя ситуацию, вспомнил, сколько пришлось приложить усилий, чтобы построить этот корт, и о том, какую работу еще предстоит сделать, чтобы завершить начатое. Состояние корта вы видите сами, вот в каком оно состоянии. Но по программе депутата Легкого нам должны вот между этими кортами поставить раздевалку, 170 квадратных метров, по-моему, если я не ошибаюсь. Там будет две раздевалки, душевые кабины, туалет, там, ну, сушилка, точильная, мастерская. Ну, в общем, все для того, чтобы хоккейный клуб существовал. И на этот корт тоже заложены деньги, чтобы положить искусственное покрытие. Лично отношение такое, что надо, чтобы кто-то за ним смотрел. И, я так понимаю, кто-то получает за это зарплату, за уборку этой территории. Мы же не можем здесь устроить круглосуточную охрану, или не охрану, а предупреждение, что не надо мусорить. Заместитель главы администрации Красноармейска Олег Кораблев, не скрывая возмущения по поводу действий вандалов, сообщил, как будет решена проблема. Дикие люди, варвары и просто люто ненавидящие свой город. У меня других слов нет. Это самые мягкие, какие я только могу подобрать. Ну, что, попытаемся сегодня после обеда сотрудников МБУ отправить, порядок наведут. Но в дальнейшем, я думаю, здесь надо будет ставить видеонаблюдение. И только таким образом мы сможем пресечь вот это вот варварское отношение к имуществу города. После того, как внешний вид корта будет восстановлен, площадку снова можно будет использовать исключительно по прямому назначению и без риска для здоровья. На этом у меня все. Далее смотрите новости культуры и спорта. Я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте. С вами Юлия Ребина. И теперь о новостях культуры и спорта. Историю символики России. Конституции главного документа страны. В простой и легкой форме поведали юным горожанам в детской библиотеке. С подробностями Владимир Комаров. То есть вот здесь написано все про нашу страну. Для ребят из летних лагерей проводят не только развлекательные, но и образовательные мероприятия. 13 июня. В городской библиотеке детям рассказали о том, что такое конституция. О национальном гербе и о правах каждого гражданина Российской Федерации. Мы сегодня обсуждали прошедший день России. Что это значит? Символика. Дети хорошо много знают, но что-то мы и новенькое обсудили. После лекции ребята поделились на четыре команды, чтобы поиграть в настольную игру «Москва». Это игра на знания культурных достопримечательностей столицы нашей Родины. Фокусы и превращения. Неожиданные исчезновения и еще более загадочные появления. Но кто же не любит цирк? Уж точно дети его обожают. О цирковом представлении поведают юнкоры детско-юношеского телевидения «Включайся». Сегодня на сцене дюц – радость. Выступали артисты. Цирковой труппы – персонаж. В представлении участвовали не только люди, но и животные – кролик, пудель, кошка и рыжая морская свинка. Все самые активные ребята смогли прикоснуться к волшебству и помогали показывать фокусы. В руках опытного волшебника крепкое стекло становилось хрупким. Порезанные на мелкие кусочки веревочки соединялись воедино. А животные то появлялись, то исчезали в шляпах и коробочках прямо на глазах уиземленной публики. Вам понравилось преступление? Да, мне очень понравилось. Особенно с животными. Какой у тебя был фокус? У меня был фокус, где я должна была разрезать резинку, веревку, и потом она как-то, не знаю, получилась неразрезанной. Как ты думаешь, это волшебство или ловкость рук? Я думаю, это ловкость рук. Танцам, как и любви, все возрасты покорны. Танцевальный вечер «Камуза» собрал на площадке Дома культуры имени Ленина немало поклонников этого вида искусства. С подробностями Валентина Андреева. Кто сказал, что танцы – это развлечение только для молодежи? На минувшей неделе в Красноармейске перед Домом культуры состоялся танцевальный вечер ретро-программы для тех, кому «За». Так какой именно возраст имели в виду авторы афиши, обозначив его многоточием? Наша съемочная группа побывала на мероприятии, и, надо сказать, на танцполе можно было увидеть отдыхающих всех возрастов. Дети, бабушки и дедушки, мамы, папы, школьники танцевали все. Да и просто прохожие не могли пройти мимо площадки, ведь весь вечер на улице звучали всем знакомые и кому-то такие любимые музыкальные ретро-хиты. Сегодняшнее мероприятие, ну как бы танцевальная такая программа, мы ее проводим уже целый год. Начали мы проводить на стенах Дома культуры, ну а сегодня июнь месяц, уже лето началось, мы вышли на улицу. Так что вот раз в месяц мы проводим такие мероприятия. Есть идея развития, например, его дальше вот более масштабным делать? Да, да, да. Ко дню города мы вообще хотим сделать 4 сентября, у нас даже будет мастер-класс по просьбе наших танцоров, которые к нам приходят. Попросили профессионального танцора, чтобы он показал, как правильно танцуют определенные танцы. Там танго, вальс, фокстрот. У нас в городе ведь раньше проводились танцы, потому что я сама выросла на танцах. Дискотеки были для молодежи. Сейчас молодежь может поехать в любой ночной клуб, а более пожилому человеку прийти некуда. Поэтому мы вот сделали такие программы, они приходят, общаются. К нам даже приезжают из Пушкина, из Версобхоза танцуют. Я вообще где музыка, я всегда там сейчас с малых лет, я всегда танцую. Поэтому я дожил до 66 лет. Я постоянно где музыка танцую, веселюсь и продолжаю работать еще здесь. Да, конечно, правда. Скажите, пожалуйста, вам здесь нравится? Да, вам нравится. А мы ездим и даже в Сокольники ездим. Да? Да. Мы ездим и мыть еще ездим. И в Пушкина. Вам так нравится танцевать? Нравится. Это зарядка для нас. Что для вас танцы? Все. Вся жизнь. А молодые люди встречаются, влюбляются, женятся и еще такое. Это для знакомства нужно. Это социальная необходимость. Необходимость, понимаете? Кто-то просто не может просто на улице пойти познакомиться. А здесь, пожалуйста, всегда. И молодые, и старые, кто хочешь. Люди в возрасте, как говорится, покорные. А вы учились танцем где-то или просто вам нравится танцевать? Я внучку училась с пяти лет. И вот директорша вот эта, она была в доме пионеров, я водила. Теперь внучка МГУ четыре курса закончила. И танцует. И танцевала она восточные и бальные танцы. Вот у меня гипертония 180. С танцев приду 130-120. Я была в санатории, да? Вот как начинается, то давление высокое. А пойдешь после танцев, оно понижается. Понимаете? А было бы здорово чаще их проводить? Было бы здорово чаще проводить такие мероприятия? Конечно, конечно. Мы давно хотели. Мы же ездили в Пушкино, Мэтище, Ивансеевку, Костино, куда только они ездили всю зиму. Так что здесь нету, да, и зимой ездили. Похоже, в городе родилась новая традиция. Танцы – это не только полезный для здоровья досуг, но и, как отметили участники, мероприятие имеет социальное и культурное значение. Будем надеяться, что в дальнейшем проект Дома культуры будет иметь более масштабное развитие. Ведь очевидно, что успех и популярность ему уже гарантированы. Какие главные плюсы вообще проведения таких мероприятий в городе? Для чего их делают такие мероприятия? Для чего-чего? Ну, чем полезны эти танцы вообще для горожан? Ну, и поэтому. В четвертый раз в Красноармейске состоялся турнир по футболу на кубок Михаила Михайловича Сухарева. Как прошли матчи и кому в этот раз улыбнулась удача, узнаете из нашего сюжета. Четвертый футбольный турнир имени Сухарева собрал рекордное количество местных клубов. 12 июня на Большом поле ФОКа играли 11 красноармейских команд. Также играли команды из Ивантеевки, Пушкина, Москвы и села Мамонтовка. Формат 6-1, то есть 6 полевых игроков, 1 вратарь. Команды разделены на подгруппы, да, 4 подгруппы. Так, наш поле разделено на 4 площадки, да, соответственно, каждая группа играет на своей площадке. На турнире в качестве зрителя присутствовал известный в красноармейский тренер Михаил Михайлович Сухарев, именем которого назван этот спортивный праздник. Первый раз, когда было, несколько непривычно. Чувствовать себя некой легендой живой. Конечно, я человек скромный, поэтому привыкал. Сейчас уже как бы более-менее привычно, но есть, есть такое ощущение, что как-то, понимаете, да, вот. Но, тем не менее, это не мое желание было, это не моя прихоть была, это мои воспитанники. Я вам уже говорил в прошлые годы, что хотели на юбилей мне сделать сюрприз, вот, все, тихо, и я узнал буквально меньше, чем за сутки до этого. Что есть, то есть. В принципе, плохого ничего нет, турнир растет. По итогам турнира первое место заняла московская команда «Уран», второе место – красноармейский футбольный клуб «Дружба» и третье место заняла тоже команда нашего города «Книим». На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, и вы всегда будете в курсе городской жизни.